сейчас у нас в этот заход с вами цикл посвящен промышленной робототехники мы будем говорить мы будем говорить сегодня в первую очередь об актуальности применения роботов ну кратко совсем затронем истории робот техники затем поговорим об общем по обувь общих понятиях робототехники об основных применениях роботов вот где они наиболее эффективно принимается о специфике этих применений ну и в заключении насколько успеем поговорим об основных производителях промышленных роботов на сегодняшний день кто это есть значит вот в рамках того что будет идти вот эти ближайшие несколько занятий мы будем говорить на такой скажем классическое развитие и в самом конце в пятницу когда мы будем встречаться заключить на 1 я в рамках этого цикла я сделаю как бы такую водную самую свежую которая касается новости робототехники промышленной этого года да вот ну на основании посещение выставки промышленной робот техники в июне этого года вот ну тоже такой обзор был подготовлен то есть что вот как бы ну скажем такой топ до является в развитии робототехники вот то есть будет и как бы часть такая стационарная классическая часть такая которая изменяется достаточно часто значит как я понимаю вот вам уже сказали что какой-то контроль будет в виде засчета или экзамена поэтому ну в пособие в каком-то отдельно в этой информации наверное не получите поэтому общем вопрос первый ну я думаю есть смысл что-то записывать и момент 2 все-таки давайте мы если что-то непонятно да если какие-то вот неясности в том что буду рассказывать пожалуйста задавайте вопросы я буду стараться на них ответить значит мы с вами до следующие дни мы поговорим уже про геометрию геометрические параметры манипуляторов мы поговорим про датчики которые применяются передачи ну я еще должен быть сверить с вашими преподавателями что уже вас давалось не давалось вот и так значит ну давайте начнем с истории первый робот о чем вы слышали происхождение первый робот в истории человечества ну по моей информации ну дело в том что мы долгое время много взаимодействие с грецией вы знаете греки считают что они все придумали в этом мире если кто-то смотрел фильм моя большая греческая свадьба в это знакомы с этой истории значит греки утверждает что первый робот был сделан либо дедалом по одной версии дедал это который помните вместе с икаром сделали крылья чтобы улететь и вот икар поднялся слишком высоко к солнцу крылья воскара растаял и он упал а дедал он вот долетел до конца и причем греки говорят что дедал это был конкретный исторический персонаж это как бы был не мифологически ну в отличие например от гефеста вот и значит что мы знаем вот из греческой мифологии что это был такой вот какой-то передвигающийся объект вот и даже известно о том мы немножко понимаем принцип его работы потому что мы знаем что когда решили его ликвидировать вот ну враги вот они подобрались и выкрутили болт в районе ноги и оттуда вытекла жидкость то есть видимо там какие-то гидравлические эффекты использовались ну с той поры было достаточно много извините сейчас принорвлюсь к этой различных попыток вот средние века делали называлась металлический привратник который мог какие-то движения делать вот ну вот я назвал это слайд 1 1 компания это 1927 год сейчас я попробую запустить видео в германии снят первый фильм про робот назывался он метрополис фильм немой и вот вы видите там вот справа это такой вот полусумасшедший профессор он изобретает вот вы видите значит подобие механического человека но поскольку двадцать седьмой год и вы понимаете вот эти вот революционные идеи броют бродит в обществе в германии только что вот подавили тоже попытку революции коммунистической по этой причине там основная канва фильма что вот профессор изобретает роботы фабрикант всех увольняет людей ставят такие роботы и люди поднимают восстание ну и происходит революция общем двадцать седьмой год вот такой фильм но в нашей стране первый робот можно сказать но вот как которые были попытки это вот слева танк тт-28 тт потому что телеуправляемый танк телеуправляемые попытки делались примерно с начала 30-х годов но в примерно году в 38-м были уже такие вот как бы серийные несколько экземпляров изготовлены но и вот то что мы видим это вот применение при штурме линии маннергейма но они к сожалению себя не оправдали эта тематика была была надолго заброшена потому что связь очень плохо работала тогда то есть он там дальность связи не более километра проводная связь но понятно в условиях боя тоже не функционировала а вот более успешный пример оказался луноход вы помните это 7 начала 70-х годов было запущено два лунохода причем что интересно что рекорд по пройденному расстоянию лунохода вот американским марсоходом был побитвут буквально там по моему года четыре или пять назад да то есть вот этот рекорд по пройденному расстоянию он очень долго держался и в общем можно признать действительно очень успешным этот опыт ну робот откуда само слово происходит я думаю аудитория понимает да да совершенно верно карл чапик но поскольку он был чек значит слова робота отсюда слова работа возникла и как я говорю что мы можем гордиться что вот это слово но мы как скажем так слове славянской группы языков мы дали вну большинство языков мира да даже включая извините пожалуйста даже включая древнейшие языки вот даже греческие вот вы видите желтым говорят слова работ для обозначения этого устройства почему важно так развитие промышленной роботтехники ну для вас вот почему ваши преподаватели вот решили этот курс вести в том числе вы знаете что на сегодняшний день наша промышленность развивается соответствует стратегии научно-технологического развития российской федерации которая была принята в декабре 2016 года и вот в рамках этой стратегии выделено 7 приоритетов наш там есть приоритет энергетика сельское хозяйство безопасность здравоохранение еще один сейчас я не вспомню а вот приоритет номер один он здесь выделен как раз вот в нижнем абзаце это переход переход передовым цифровым интеллектуальным производственным технологиям и роботизированным системам вот соответственно государство увидел в этом вот важный приоритет и очень большие сейчас усилия в этом направлении будут прикладываться наши к сожалению вот аналогичная попытка была восьмидесятые годы вот опять-таки мои коллеги помнят по моему восемьдесят первом году выходило специальное постановление ну тогда это было цк кпсс о роботизации промышленного производства но почему вот я об этом упоминаю потому что тогда к сожалению было недостаточно продуман вот этот момент роботизации да и роботизация производилась вот как бы ради самой роботизации они ради того чтобы решить какие-то конкретные производственные проблемы и по этой причине эффективность от нее оказалась очень невысокая да потому что она проходила фрагментарно технику которую ставили она к сожалению иногда работала недостаточно надежно и в общем отдачи как бы крупный не появилась вот и мы столкнули но потом начал начались изменения 90-х годов и если восьмидесятых годах по восьмидесятых годах по количеству роботов которые имелось мере ссср тогда в промышленности находился ну чуть ли не на первом месте может быть на втором или на первом да то на сегодняшний день к сожалению ситуация радикально обратная на сегодняшний день по моему у нас пол процента мирового производства роботов работать нашей промышленности то есть конечно эта цифра очень маленькая поэтому нам есть с вами над чем работать да то есть мы есть куда над чем работать что пахать есть далее ну теперь вот я как бы хотел так вот уже в режиме диалога и так значит мы я сказал о том что восьмидесятых годах роботизация себя не оправдала да потому что цель была поставлена неправильно вот как вы считаете ради чего мы будем ставить роботы на промышленность ну да какие идеи вот чего мы будем добиваться потому что смотрите ну вы понимаете да перед тем как делать что то мы обязательно должны понять перед тем как куда ты идти мы должны понять зачем мы куда мы идем и зачем идем до значит первое облегчение труда да так еще какие варианты чаще сейчас секунду давай давайте значит производительность качество да еще какие день ну а мы можем ставить себе цель вот как бы сократить людей побольше чтобы они безработали да нет про кадры на самом деле проблемы есть давайте мы ее обсудим тоже да так еще какие так ну это вот не качество в принципе мне кажется это прикликать с качеством ну я думаю в общем да давайте посмотрим там дальше да я так все наизусть не помню и так значит ну первое а сейчас как раз промышленность происходит вот переход но слышали такой термин до переход к новому технологическому укладу то есть каждый раз по мере появления новой какой-то технологии то есть будь то появление например парового двигателя появление электрического двигателя появление системы числовым программным правлением это каждый раз позволяло промышленности сделать какой-то новый рывок до выпускать продукцию в кардинально новом качестве с новой производительностью может быть даже освоить выпуск принципиально новые виды продукции которые до этого было невозможно значит так и здесь то есть вот роботехник это как раз промышленно это переход к новому технологическому укладу секунду значит далее почему нам важно вот нам еще с вами заниматься это ограничение storm стоимость импортированного оборудования смотрите вот мы как бы любим с вами ну так у нас принято сейчас давно прям там отечественные автомобили ругать вот говорит там вот они вот не такие да ну хотя зачастую те кто ругает на них реально не ездили вот но тем не менее вот мы должны понимать что только благодаря тому что отечественные автомобили какие-то выпускаются мы имеем сравнить на невысокие сравнить на невысокие цены на зарубежные автомобили вот так и с промышленными роботами пока промышленные роботы в нашей стране выпускались а выпускались они до 2014 года значит это было определенным ограничением на стоимость импортированного роботехнического оборудования за рубежа более того когда строили завода volkswagen в калуге то volkswagen проводил тендер на поставку роботов не на территории российской федерации да значит это отчасти было вызвано тем что в россии тогда производились роботы они могли ценовой конкуренцию ну достаточно значительно предъявить да поэтому это является достаточно важным фактором дат как только мы с вами представим выпускать свою как какие-то образцы продукции импорт сразу растет помимо этого мы с вами уже убедились и причем это интересно это было до санкции вот 2014 года уже 2008 году промышленные роботы на предприятие оборонного промышленного комплекса зарубежными производителями не поставлялись но по крайней мере напрямую да то есть всякий раз когда предприятие я присутствовал при таких разговорах приходил и говорил вот мы хотим купить вас робот их спрашивали а вот а что у вас за предприятие а вот мы там ракет призыв ну извините значит или спрашивали просто название у них прям были целые каталоги по которым сверили говорят мы извините продать вам такие роботы не можем значит поэтому этот момент тоже имеет место быть далее значит вот как вы совершенно правильно сказали роботы позволяет обеспечить совершенно на новом уровне качество выполнения операции ну такой пример типовой автомобиль современный имеет несколько тысяч сварных точек ну вот когда еще выпускали но старенький москвич ну вот последней версии да там был бы нас учили пом 6 тысяч сварных точек понятно что человек запомнить все 6000 точек не может а ну хотя бы одно он пропустит робот как вы понимаете ему все равно их 6000 12000 он их не пропустят вот поэтому роботизация производства позволяет коренным образом изменить качество выполнения операции и такой тоже интересный пример вот особенно актуально в пищевой промышленности такой вот есть пример при разделке туш значит там положено разделочные вот это ножи после каждой туши мыть человек понятно он это ну в какой-то момент забудет ночью все отошли но устал и так далее значит робот опять-таки это стабильное качество выполнение операции продолжать и вот здесь вот слева внизу такой слайд я как раз тоже в этом ключе привожу но вы помните а по моему уже сколько два года назад вот первая авария тесла произошла с автопилотом и вот в первый момент как бы в прессе началась компания что вот значит роботизированная машина убила человека вот а когда пошла статистика то выяснилось что если взять безаварийный наезд в километрах до когда человек за рулем и когда человек не за рулем то выяснилось что вот система с автопилотом оказалась под полтора раза без аварии то есть вот такой вот интересный фактор далее да помимо нового качества выполнения это стабильное качество да то есть вот вы заложив качество в момент программирования робота в момент момент той оснастки которые вы установили вы понимаете вы знаете что ждать на выходе да то есть вы можете запрограммировать вот это качество далее робот готов работать в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году значит вот почему в первый момент вот я к вопросу кадров сказал что ну кадр вроде бы как бы ну жалко людей увольнять да с другой стороны мы столкнулись такой проблемой наша промышленность но не только наша а ведь вопрос каких кадров да и если мы с вами реально придем на промышленное предприятие да и я знаю что у вас очень развит промышленный сектор то промышленность наоборот сейчас сталкивается с большой нехваткой квалифицированных кадров и вот мой коллега который укладил производством роботов на автовазе он как раз рассказывал что они хотели какую-то операцию сварки выполнять в ручном режиме но столкнулись с тем что в тольятти они уже не смогли найти квалифицированных сварщиков там ну в достаточном количестве и они пошли на роботизацию хотя как бы вот в пересчете на деньги как ни странно это оказалось дороже да ну в смысле это на тот момент казалось дороже чем найти готовых людей но готовых людей не было до тем более мы понимаем сейчас 70 процентов по моему по статистике выпускников школ идет получать высшее образование и я понимаю что мало кто из вас готов именно вернуться на производство в режиме там сварщика токаря вот такой неквалифицированной работы а вот в режиме работа квалифицирована например программисты робота до или интегратора я думаю что как бы ну почему бы нет вот тем более эта работа она но более квестер на она более высоко оплачивается вот то есть вот с точки зрения кадров имеется вот такой вот как бы вот в противоречие интересное далее совершенно вот тоже вы правильно сказали то есть вопрос безопасности жизни человека это работа в условиях недопустимых для жизни человека но вот на данном фотографии это представлен робот который перегружает топливо выделяющие стержни на атом электростанции ну в принцип знаете и значит там вот эти стержни их надо каждый несколько ну каждый год фактически происходит перегрузка причем там идет так раньше это шло вручную но смысле с помощью кнопочек да конечно не человек в немалых вот и но раньше оператор определял как это делать да какой стержень куда переставить потому что там стержни с периферии по моему их ставят центр из центра уже на утилизацию их надо при этом инспектировать и вот эта работа два года назад она получила премию правительства в области науки и техники значит они сделали из вот этой перегрузочной машины робот который сам определял какие стержни куда переставить по какой траектории идти осуществлял автоматически инспекцию стержни на наличие каких-то повреждений и что они получили значит ну во первых человек был полностью выведен вот из радиоактивной зоны и они получили примерно значит вы понимаете да пока реактор вот и происходит перегрузка он не работает то есть это время простое это время которое по идее реактор мог бы в это время вырабатывать электрическую энергию и вот они это время сократили в полтора раза и вот благодаря этому полутора раз вот в общем дети расчеты видел в живую то есть действительно видимо это настоящая расчета вот благодаря этому получили каждый год экономия по стране 3 миллиарда рублей вот как бы за счет того что был внедрен робот значит далее но момент который мы с вами не затронули но который действительно имеет место это вопрос престижа то есть когда мы с вами выходим на внешний рынок и мы предлагаем где-то пост построить какое-то производство до или продать какое-то оборудование вопрос а как мы его изготавливаем да он является на самом деле достаточно важным и ваши потенциальные заказчики ваши потенциальные покупатели они тоже на это обращают внимание поэтому вот момент роботизации он тоже вот такой вот престиж и для армии и в том числе для промышленности и для экономики особенно для тех кто понимает до что роботизация возвращаемся стабильность качества там производительность и так далее вот кстати здесь как раз на карте помечено а вот эти роботы для перегрузки стержней куда уже поставлены за рубеж и куда еще планируется так это мы с вами сказали про рабочие места высокой квалификации да вот помимо этого значит робототехника она позволяет осуществлять ну я назвал слово энергия синергия да то есть мы с вами когда имеем человека составе цепочки технологической то привязать человека к станку например с чипу в единую производственную систему ну невозможно мы человека не можем описать мы не можем точно запрограммировать как человек себя поведет внедрение человека позволяет внедрение промышленного робота позволяет строить очень сложные комплексы которые работают в автоматическом режиме ну вот когда мы с вами в следующий цикл встреч будем говорить про промышленные роботы мы было про мобильные роботы мы будем говорить про автономные роботы будем говорить вот почему это важно и в одной из один из важных моментов автономности ну в данном случае автоматизации это то что робот позволяет строить сложные системы которые работают на качественно новом уровне так это мы сказали да теперь вот возвращаясь кадром значит если вы планируете какой-то вот раньше особенно да когда строили планировали построение производства нового то вставал вопрос откуда взять людей да откуда взять и и это являлось достаточно особенно для эпохи массового производства это являлось достаточно таким ну очень важным фактором то есть например ну вот мы с понимаем с вами что вот та же коллективизация в нашей стране ну очень трагический болезненный процесс но она была связана именно с тем что не хватало людей для работы в промышленности в первую очередь да и за счет роботизации ну в данном случае это как бы пример на корсинке это инспекция робот для инспекции трубопроводов на крайнем севере но в принципе при условии применения робототехники широком вы можете достаточно не думать о том где строить производство с точки зрения если там живет ли там много людей которые будут это производство обслуживать да другой вопрос что встает вопрос а если там квалифицированные кадры которые смогут обслуживать но согласитесь небольшое количество квалифицированных кадров может быть легче значит куда-то пригласить чем вот маленький город куда-то перевести какие проблемы вот мы сталкиваемся в робототехники значит серьезнейшая проблема это нехватка отечественной элементной и компонентной базы то есть датчики привода вот даже когда эти роботы выпускались то в значительной мере компоненты входящие в их состав они были зарубежного производства и сейчас ну мы с этим сталкиваемся и в мобильной робототехники вот эти мобильные роботы они тоже к сожалению вот как бы двигателей нет причем интересно что две методы двигатели были под санкциями опять-таки до 2014 года нам их уже не продавали вот программного обеспечения готового нет да то есть это вот одна из проблем с которыми мы сталкиваемся значит далее вот следующая ну сложность до работы над объектами робототехники это ну вот я назвал так высоко интегрированная синергетическая система вот смотрите в роботе как законченном механизме то вот те из вас кто из из берут для себя цикл стезю робототехника в чем мы должны в чем вы тогда должны разбираться вот в каких областях техники ну скажем из чего состоит робота да какие идеи хорошо материала так электротехнические сейчас еще еще сейчас так еще энергообеспечения да ну в мобильных да ну давайте мы сейчас как бы на промышленных остановимся но вообще да да конечно значит энергообеспечения ну в принципе да так еще ну смотрите ну давайте возьмем робот является но мы понимаем да вот как как мы смотрели на тех исторических слайдах подобным человека да вот нам с вами для того чтобы выполнить какую-то функцию ну понятно значит ну что-то перенести куда-то что нужно ну понятно нам нужно значит голова это вот программирование да ну кстати помимо программирования есть же еще аппаратная часть да да ну давайте да где привода мы напишем мехатроника так датчики и аппаратное обеспечение да так 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 еще ну система техников ну в принципе можем да вот ну давайте я это вот сюда и чем нам надо с вами понимать а что робот будет делать да то есть но если операции что-то перенести куда-то это как бы это полдела да там более-менее ясно а например робот у нас будет что-то измерять или робот будет что-то резать или робот будет что-то сваривать вы понимаете что тогда вы должны понимать принцип работы там сварочного оборудования да то есть знание технологии да а ну я наверное вот как бы так в первом приближении иссякаю да вот но вот смотрите сколько всего надо знать и на самом деле вот робототехник он всегда должен это держать все в своей голове вот как бы ну вот я даже знаете такой термин использую красота робототехники потому что вот робототехник он должен вот видеть машину в едином целом потому что если вы забудете про энергетику или вы забудете про аппаратное обеспечение вот как мы с вами сейчас забыли да то машина работает может не будет правильно работать далее про привода или там про датчики и вот соответственно вот здесь на картинке приведена вот мы делали оценки того оценку транспортные компоненты мобильного робота да не промышленного мобильного и вы видите сколько всяких квадратиков там участвует ну мы сейчас не будем вдаваться там какие именно они внутри но просто для того чтобы понять как далеко робот может проехать сколько всего надо учесть а и в промышленном роботе это будет то же самое да может быть там даже в каких ситуациях и больше этих квадратиков будет то есть это вот такой действительно вот проблема в развитии робототехники далее значит следующая проблема которая имеется это робототехника она я говорил что она у нас внедряется мало и она поэтому не очень эффективна это первый момент и второй момент робототехника сложна для внедрения на малых предприятиях то есть вот в нашей стране и во всем мире так начиналось то есть первично роботизировалось производство автомобиле строительное потому что в автомобиле это большой вал там это но автомобили выпускаются там десятками тысяч в год это бы и соответственно у нас вот почему единственное которое умерло пять лет назад производства роботов на нашей стране оно было при автовазе да и вот пока автоваз существовал как отдельная структура национальное предприятие оно было живо потому что я и вот это производство роботов было живо потому что автовазу самому они постоянно были нужны для того чтобы производить замену каких-то роботов ну вот так вот для справки значит я могу чуть-чуть ошибаться но порядок такой лада калина вот предыдущей версии это было по моему 450 роботов участвовала на различных этапах в производстве этого автомобиля лада приора по моему 350 ну потому что это более старая модель но вы понимаете по приору это как бы ну так модернизированная десятка да она более старая поэтому там каш поменьше было то есть вы видите что число достаточно значительно но для сравнения весь импорт роботов вот в среднем в год у нас сейчас около 500 роботов да то есть а тут один завод он мог за год полностью закрыть вот весь импорт на несколько лет вот и столкнулись с тем что малым предприятием это практически не под силу вот но особенно я не беру даже нашу экономическую ситуацию но и в западные европе и в сша роботизация производства на малых предприятиях она является очень проблематичной потому что робототехник это квалифицированный специалист соответственно ему надо ну достаточно много платить вот и по этой причине в общем на малых предприятиях роботы применяются достаточно мало и вот как раз сейчас появились какие-то попытки решить эту проблему как с этим быть но мы об этом поговорим как раз вот на той там заключительные лекции вот в рамках данного цикла так значит еще одна проблема с которой мы сталкиваемся это проблема подготовки кадров по робототехнике и вот в этом смысле ваш университет он как бы поскольку этот вопрос строить заново вот как раз я думаю что у вас эта проблема в такой мере не будет потому что но у нас наблюдается определенный да вот кстати я все-таки еще один компонент забыл но мы забыли вместе да но я виноват поскольку я должен был вспомнить коммуникации еще да потому что вы понимаете что вот все вот эти вот части между собой должны общаться вот если мы с вами обратимся к вопросу подготовки кадров то вот к сожалению но по моему опыту есть некий перекос вот в подготовке робототехников и какие-то подразделы из тех что мы с вами перечислили они иногда вот к сожалению не до конца подробно рассматриваются и вот в качестве примера вот здесь внизу скриншот дан ну это по моему года два назад но к сожалению ситуация кардинально не улучшилась пока вот я взял один из крупнейших книжных магазинов москвы библиоглобус и вот просто сделал выбор что есть по робототехнике вот если вы посмотрите ну в общем то это все вот как бы ни одного учебника современного по робототехнике на тот момент не было ну по промышленной роботехнике ну кстати по мобильной вот и свете ну такой все как бы скажем ну вот рабочий тетрадь там робот колесо но это более такое ну как сказать познавательные до более познавательные а не профессиональные так значит про комплексность подхода роботизации вот давайте мы вернемся к этому моменту потому что ну кто-то из вас вот кто будет работать может с этим столкнуться значит еще раз чем эта проблема заключалась а заключалась она в следующем в том что ну конвейерное производство вы все вы понимаете о чем речь да вот значит итак мы с вами имели вот с чем столкнулись в 80-е делал завод но у вас то сейчас более современное производство значит и у нас с вами имелись какие-то технологические позиции вот и вот в 80-е года что делали вот поскольку к сожалению не всегда была продумана роботизация приходила разнарядка директору завода там установить 10 роботов ну я так утрирую но идея была ну к сожалению близко вот значит ну садились и решали ну вот кого ну давай вот здесь вот у нас вроде бы затык вот давай вот здесь вот человека освободим и он например ну условно там колеса будет навешивать да вот и что выяснялось робот поставили робот вешал колеса но конвейер как вы понимаете он будет он работает с тактом определенным да то есть он ну каждый с позициями и вот конвейер всегда ориентируется на самого медленно работающую позицию то есть например если какая-то операция есть которая выполняется ну например в течение 35 секунд вы понимаете что никак нет смысла другим людям работать быстрее ну например делать что-то за 20 секунд вот я кстати ну когда еще в школе учился вот я в летнее время ну так вот мне хотелось узнать производство я работал на заводе вот в москве и мы делали как раз операцию сборки и вот я с этим лично столкнулся да потому что я ну хотел побыстрее что-то сделать а там товарищи не очень хотели и мне было бессмысленно напрягаться потому что конвейер ориентировался на самого медленного и тогда выходит вот когда мы с вами не проводим роботизацию комплексно да мы сталкиваемся с тем что поставили робот да а он может быть вообще эту операцию теперь может за пять секунд выполнить да предположим конвейер это было 30 стало 5 до конвейер стал работать чуть быстрее ну 28 секунд или 25 но все равно это не дает вот того кардинального рывка который вы получите если вы полностью вот это все уберете и поставить туда робот но одновременно если вы роботизируете изготовление какого-то изделия вы сталкиваетесь с тем что изделие оно на себе не должно нести отпечаток того чтобы робот мог с ним работать потому что зачастую вот как бы изделие она проектируется ну если она ранее проектировать на под то чтобы человек может его изготовить да если это идет ручная сборка то мы понимаем чека есть глаза но особенно мозги если есть это руки вот и вот ну наверно лет пять назад вот тоже предложили одну работу такую научно-исследовательскую и сказали вот можете ли вы запрограммировать чтобы робот вот собрал это изделие вот я говорю это невозможно вот мне человек стал убеждать ну как ну вот давайте мы современный робот вам подороже купим я говорю понимаете вопрос не не подороже купим это изделие спроектирована так чтобы она собиралась в ручном режиме то ну и вот как бы чтобы человек убедить что это действительно так я говорю вот попробуйте его из собрать одной рукой да вот предположим мы даже не берем что там у робота обычно схват это там два пальца или три вот ну просто хотя бы одной рукой вот ну и вот как бы мой ну не оппонент ну вот с кем мы дискутировали вот он попробовал попробовать он все-таки потянулся за второй рукой сказал да ну вот теперь я понял что есть это ограничение вот поэтому при роботизации мы всегда должны об этом помнить да и на этапе проектирования вот этих компонентов мы должны закладывать этот момент до что робот должен умеем иметь возможность это изделие взять это изделие держать это изделие идентифицировать а какое изделие он взял да а правильно ли он его взял вот если это все накладывает такой ну в общем достаточно серьезно отпечаток так еще одна проблема которая есть в отечественной робототехники но вы не пугайтесь мы их все когда-то порешаем к ну может быть там не ближайшие два-три года это проблема стандартов вот тогда восьмидесятых года когда пошла роботизация промышленность промышленности стандарты были разработаны ну у вас наверное уже было до измерения технически сами заменяем был вас предмет такой ну вот то есть роль стандартов вы понимаете а вот теперь я вам скажу что до недавнего времени самый новый стандарт по промышленной роботехники датировался по моему восемь седьмым годом и вы понимаете насколько все шагнуло вперед да то есть насколько изменилась техника насколько изменить протоколы информационные способы программирования языки программирования это все поменялось да а стандарты остались те же но вот в качестве иллюстрации ну вот кто спереди сидит вы можете увидеть значит ну вот если кто-то из вас писал научные статьи уже пробовал да вот обычно там надо указать номер удк универсальный десятичный классификатор это вот чтобы в библиотеке поняли о чем о чем вы пишете и вот если вы в каталоге вот этого классификатора ведете слово робот ну здесь кажется самый такой тяжелый случай вы его увидите в группах помогать вспомогательно подъемно-транспортные машины и вот здесь да вот тут присутствуют роботы над ними присутствуют стремянки над ними присутствуют ломы и ваги я даже не знал что такое ваги но мне потом рассказали вот и присутствуют еще складные рычаги и вот видите устройство для подъема мешков и тюков вот вот понимаете это то что было вот два года назад это было вот так вот сейчас мы начали как-то это менять но вот ситуация была вот такая вот то есть вот вы видите что значит запустить свою промышленность на 20-30 лет так какие еще проблемы проблемы этические значит мы от них о них немножко заговор говорили уже да то есть действительно ну вот как бы с одной стороны я сказал что да это квалифицированные рабочие места хорошо оплачиваем но конечно момент что вот людей которых вы от этого труда освобождайте им надо дать другую работу он остается вот поэтому ну вот как были иногда меня спрашивают а вот ваше мнение как быть но я думаю что надо просто каждый раз смотреть то что а какой эффект будет вот с точки зрения потому что понятно что все таки цель до сама цель должна быть не роботизация ну а благо людей наши граждан нашей страны вот поэтому всегда вот при в момент роботизации надо об этом думать ну и подходить к этому ну скажем так достаточно ответственно до чтобы не оставить людей без работы не оставить там семьи без какого-то дохода вот но опять таки как мы говорили что решение есть определенное и проблемы юридические значит это проблемы связанные с ответственностью да то есть вот кто несет ответственность но вот свое время я могу цифры не очень точно сейчас воспроизвести минута простое автомобильного конвейера раньше минута до стоило около двадцати тысяч евро и производитель роботов он несет ответственность если этот простой происходит по его вине и тот кто ставит роботы тоже несет ответственность если простой происходит вине если происходит простой начинается большие разборки а кто виноват до производитель или кто или тот кто устанавливал по этой причине например дочь от это одна из причин до сих пор но вы слышали робот-хирург да по телевидению достаточно часто об этом говорят то есть действительно роботохирурги есть в определенных областях медицины они чрезвычайно эффективны да потому что они могут вот возвращаясь к нам к тому новому уровню качества выполнения операции они могут хирургический инструмент такие манипуляции сделать который человек не может сделать но эти все роботы везде и у нас за рубежом пока работа в дистанционном режиме то есть хирург держит условно говоря кнопки что там задающие устройства а робот только повторяет его движение в принципе какие-то ну вот я разговаривал с теми людьми кто вот такие операции выполняют они говорят мы алгоритматику понимаем мы могли бы запрограммировать чтобы робот ну какие-то случаи операций в дел самостоятельно но встает проблема юридическая да а если все-таки нет не так сделать вот кто несет ответственность несет ли ответственность производитель роботов или программист или тот кто сказал вот операцию надо делать так и вот описал этот алгоритм то есть в общем вот так так значит это мы говорили ну говоря про еще какие проблемы вот становится при разработке робототехники ну давайте раз уж этот слайд попал у меня сюда я об этом скажу вот конечно это более характерно сейчас развитию мобильной робототехники чем в промышленной роботтехники потому что в промышленности пусть это стандарты 85 года но они есть а вот мобильной роботтехники вообще вот сейчас по моему принят только один стандарт термина определения да вот ну мы к нему вернемся чуть позже вот но реально проблема существует в том что сейчас как например бесплотно летать на аппараты выпускает два производителя нет неправильно 2 модели один тот же производитель и вот потребители жаловались в живую говорят понимаете мы берем у одного производителя два аппарата но разные модели и они между собой программируются на разных языках там свои разные команды разные протоколы информационного обмена то есть это вот то что касается интеграции в единую систему да вот о которой мы говорили в чем плюс роботизации да мы можем цеха большие безлюдные сделать но для этого проблема стандартизации унификации она должна быть решена так ну и вот как бы говоря о заключительном таком вот вводом да зачем мы это делаем какие плюсы какие минусы вот я обычно этим слайдом такой вот введение заканчиваю вот как по ну кажется да вот роботы будут работать я не знаю ну мы-то смотрели вот здесь фильм приключений электроника но может быть кто-то вы тоже смотрелся с к время такой был и там вот песня позабыты хлопоты что-то там век вкалывают роботы чипом отдыхнуть отдыхает человек но я не точно спроизвожу вот но вот как бы заканчивая на том что все равно человеку работа всегда какая-то придется и как бы роботы сами по себе нас счастливыми не сделают вот в этой части мы с вами поговорим про применение роботов значит ну вот здесь я вывел основные области применения роботов да вот который на настоящий момент есть или мы скажем близко к ним подошли ну это в первую очередь промышленность мы сейчас говорим о роботах вообще да не только промышленных роботах это промышленности там службы безопасности ну я имею то широко до включая военное применение это роботы для работы в космосе но тот же луноход или вы знаете на мкс там манипулятор есть это как ни странно коммунальные службы и даже по моему через пару слайдов может быть мы увидим такой пример это транспортные роботы вот те самые беспилотные системы которые сейчас разрабатываются и очевидно достаточно скоро появится это роботы для развлечений а это атомная энергетика о которой мы говорили медицина о которой мы говорили и очевидно что в какое-то такое довольно таки обозримое будущее широкий область применения это будет обслуживание больных и престарелых людей а в целом вот говоря о терминологии все таки вот все вот это вот область применений мы крупно делим на две части это промышленные роботы потому что они возникли ну в общем так вот в том виде как мы их сейчас имеем понятно они сейчас улучшились но скажем революции сейчас нет промышленной роботехники именно как революция идет они улучшаются в производительности они улучшаются в интеллекте они улучшаются в точности но революции там не происходит то есть примерно вот то как было это заложено в 70-80-е года она настоящий момент как бы просто развивается вот поэтому мы говорим промышленные роботы и вторая часть это мобильные роботы вот в западной терминологии они используют больше термин не мобильные роботы а сервисные роботы но вот когда у нас их стандарты переводили вот пытались но в общем как-то у нас этот термин сервисный но не очень приживается вот поэтому пока в общем ну давайте мы на него не будем ориентироваться ну вот здесь я тоже вывел как бы суммирую то что мы говорили ну давайте даже как то может быть вы себе запишите пожалуйста вот какие основные на право направления вот в развитии промышленной роботехники значит это компоненты и структуры то есть то из чего робот изготавливается это применение то есть те операции которую вы предполагаете роботизировать это ну я назвал это технологии робототехники вот как бы это специфическая область которая в других областях техники ну например вопрос автономности до в других областях техники он пока не появился а вот в робототехнике он появился или вопрос группового применения но как бы систему достаточно интеллектуальных это опять-таки специфика робототехники вот назвал я это технология робототехники интегрированная система то есть то что мы говорили интеграция внутри робота разных компонентов тем более мы с вами понимаем что никакой производитель робототехники вот как никакой производитель автомобиля сейчас не изготавливает полностью все части своего автомобиля на включая там лампочки и ну понятно там наиболее ответственной части он будет изготавливать сам но что-то он будет брать готовы так в робототехники например ну по крайней мере ранее а привода у куки например насколько я знаю это сименс изготавливал специально для куки по его заказу ну это как бы вот но конечно при этом мы понимаем что интеграция интегрировано должно было происходить взаимодействие робота и среды вопросы стандартов и вопросы ну гуманитарные аспекты вот о которых мы с вами говорили да теперь давайте остановимся на таком в аспекте а какую специфику промышленность наложить наложит на робот да вот уточню свой вопрос ну я много раз апеллировал до 70-е годы 80-е годы роботы уже применялись на в то время как мобильные роботы ну скажем широко примене начали применяться ну примерно 2005 год вот как-то я не говорю широко если в мире сейчас промышленных роботов но по-моему там около миллиона чем-то дату но таких мобильных серьезных их конечно гораздо меньше ну по-моему там страна нато имеет ну где-то порядка там 15 тысяч беспилотников да это все-таки не 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 вопрос миллионов вот как вы считаете значит какую специфику накладывает промышленность на робот какие требования да вы понимаете область применения какую накладывает специфику на то ну мы дальше как разработчики с вами должны понимать ах так значит робот должен быть таким 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 вопрос ясен или еще раз давайте более широко то есть вот что я имею ввиду сейчас может быть мы повторим значит то есть вы предполагаете сделать некую машину вот даже давайте абстрагируем все том что это рука или вот предположим это тележка который будет ездить по цеху вот тележка которая по цеху или тележка которая по улице будет ехать вот или по полю вот какую специфику будет иметь езда тележки по цеху если вопрос теперь да слушаю вас преподавателях я не сомневался квалифицированных значит да безусловно первое преимущество именно эта причина привела к тому что 70 80 года уже роботы можно было ставить а это детерминированность условий потому что ну во всяком нормальном производстве любой станок вот его поставили и в принципе он в общем то он ближайшие пять лет будет там стоять до деталь пришла вы понимаете что может прийти ну либо такая либо такая но например на вы хотя бы знаете с чего выбирать да то есть это вот важнейшее преимущество а как вы считаете как она скажется на роботе вот почему а детерминированность условий она позволила в промышленность то что условия более детерминированно опять таки мы знаем как распланирован цех мы знаем где какие там колонны проемы дверные стоят на как это отразилось то роботе вот что не позволяло выпустить такие роботы в поле но позволило выпустить их в цех да на на роботе вот что что от робота меньше требовалось в случае ну смотрите проблему грунта все-таки ну танки наш слава богу уже там 70 лет ездит вы право проблема есть но все-таки вот базово вот вспоминайте функции основные которые мы как бы описывали да ну гусеницы умели же в 70-х года производить 80 а вот чего не умели производить да вот вот в уткнулась тогда в первую очередь вот в этом компьютеры которые были тогда они имели мало памяти мало вычислительных операций в минуту до низкая тактовая частота не так то частота это не принципиально значит мало операции в минуту мало памяти это приводило к чему если у вас местность детерминирована да то вам вот эти правила описать в общем-то сравнительно легко но более того в цехах вот если мы вернемся к моменту тележки которая ездит по цеху там делали еще проще прокладывали просто на либо наклеивали в прямом смысле наклеивали светоотражающую полосу по которой робот ездил у него был датчик он светил и вдоль этой полосы ездил или прокладывали кабель высокочастотный в полу вот опять-таки робот ехал датчик щупал и а понятно что в поле вы уже кабель и полоса не будьте прокладывать и вот то есть основная проблема была в этом соответственно если мы говорим ну скажем так плюсы промышленности это детерминированность среды да то есть когда вы понимаете что вот вы робот поставили ну вот подобие руки на и вы знаете вот у него определенная грузоподъемность но вы знаете какие у вас детали идут вы понимаете что грузоподъемность не будет превышена ну ну и так далее так еще какая специфика промышленности да согласен да 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 конечно так давайте начать более действительно совершенно в принципе справедливо да есть отдельные случаи например роботов которые работают в пищевой промышленности в холодильниках да да есть роботы которые работают мы сегодня какие-то примеры посмотрим работают вот например в литийном производстве где высокие температуры вот но в принципе как правило ну диапазон он в общем-то стандартный до в подавляющем большинстве он но умещается там например в среднем робота помогут от плюс пяти до помда плюс 45 градусов это вот как бы стандартный температурный диапазон если мы берем нашу страну и вы придете и скажете я вам продам робот для езды на улице в пределах от плюс пяти до плюс 45 вам скажут нам такой робот не нужен потому что в нашей стране половина времени меньше плюс пяти температура и и это но особенно вот кто из вас имеет инженерно уже вот понимает детали машин да вот эта взаимосвязь размеров вы понимаете что сделать механическое устройство чтобы она работала от минус пятидесяти до плюс пятидесяти это гораздо сложнее да но зато вот как бы если вы его сделает то вы получаете преимущество буквально вчера мне вот сосед прислал ссылку вот воспоминания там немецкого ну я не помню там чин какой вот он возмущается что вот наша техника но их немецкая смысле вот сорок первый год под москвой они описывают не работает а у русских и смазка работает и техника работает и они машины свои могут завести что вот как бы и да она у нас работает но вы понимаете насколько сложнее такую технику сделать да вот чтобы она работа в более широком температурном диапазоне поэтому ваше замечание как бы до полностью еще каким ну могут быть плюсы могут быть минусы поэтому какие еще у вас какая статичная среда ну давайте да да он давайте хотя если мы с вами возьмем сборку микроэлектроники ну в общем там скорость очень высокие вот роботы я еще до ваших лабораторий не дошел но вот как бы ну вот как который я понимаю здесь вас стоят 2 метра в секунду скорость до концевой точки в общем на самом деле достаточно быстро но конечно вы правы что по сравнению но роботом например который на поле боя работает ну конечно это более наверное можно сказать более статичная среда еще каким ну давайте посмотрим что я написал и используем она не обязательно будет перекликаться так сейчас секунду я надеюсь за пять дней я научусь этим устройством работать итак значит какие преимущества важны это упорядоченная предотерминированная среда да вот номер один который мы с вами подробно обсудили вот второе важное преимущество ну наверное я даже вот вам советую тоже себе отметить это возможность использования импортных компонент потому что сейчас тут те из вас кто уйдут в мобильную робототехнику и будут например делать устройство для военных применений вы столкнетесь с тем что никакой датчик то есть любой уст компонент не российского производства чтобы получить разрешение его поставить на робот это ну очень сложно это возможно но это очень сложный процесс часть процессоров например микропроцессоров у нас уже очень научились какие-то делать микропроцессоры то есть часть задач мы уже можем делать своими силами а часть к сожалению пока нет вот и в этом смысле промышленное применение они более мягкие хотя мы должны понимать что тоже до поры до времени потому что уже были ситуации когда вот вы помните в предыдущем половиночке я вам говорил да вот про то что запрашивали куда этот робот будет установлен ну и некоторые люди так как сказать попытавшиеся а батя там и на конфетную фабрику вот туда то поставим ну да на конфетную фабрику конечно берите робот ставьте ну только не помню это точно по-моему со станком с каким-то было станок привезли ну только не на конфет на фабрику на другую фабрику а станок не работает и выяснилось что в станке стоял модуль спутниковой связи который сравнил координаты и выяснилось что станок стоит не там где было заявлено вот поэтому конечно даже вот использование импортных компонентов она вот всегда мы не знаем что вот в какой-то час произойдет и что будет дальше дальше а значит какие проблемные вопросы да вот как какие накладывает более сложные требования вот с одной стороны ну мы сказали в чем-то более статичны в чем-то да но на потом но есть сравнить там с полем боя но с другой стороны требования к режиму работы в вопросе как точно по времени выполнить операцию они категорически гораздо более жесткие потому что если беспилотник в целом вот он у вас туда долетит за 20 секунд или за 21 секунду ну в принципе ну понятно бывать ситуации разные но как правило по крайней мере на сегодняшний день для вас это не критично а а вот для робота который стоит у нас помните на конвере да если он замешкался и конвер тронулся он еще свою операцию не выполнил это критично потому что конверт стал вспоминаем 20 тысяч евро за минуту простой и так далее так далее вот далее в промышленности это более жесткие требования к низкой стоимости потому что а если в военном применении мы понимаем что все таки вот это жизнь солдат это безопасность государства поэтому государство готово ну достаточно значительные средства в нашу безопасность с вами вкладывать но в промышленности это склада это сказывается на итоговой стоимости продукта и вот поверьте это не преувеличение что каждый ну давайте говорить низ не рубль но каждый там сто рублей каждый евро каждый доллар увеличение себестоимости продукции для производителя это автомобили например это это серьезно это не это как бы не ну ладно там на рубль дешевле ну вот поэтому при роботизации промышленности на это обращают достаточно значительное внимание встраиваемость в имеющую систему оборудования интеграция которой мы говорили да значит по этой причине покупая робота вы должны быть устанавливая робота уверены что он например умеет по протоколу общаться с теми устройствами которые у вас уже стоят с теми станками с теми цеховыми вычислительными сетями которые у вас стоят то есть вот этот момент интеграции его все время постоянно надо держать в голове да и наверное знаете еще одно преимущество мы с вами вот сюда запишем но это скорее преимущество робота как вот виды технологической машины это сейчас правильнее это назвать у меня коллеги помогите вот как здесь не очень точно скажу высокой степени вторичного использования то есть вот если мы купили с вами сверлильный станок до или сварочный аппарат вот сварочный аппарат и сверлильный станок нельзя использовать иначе как сверлить или сваривать если вы купили робот поставили его что-то сваривать то через год вы можете снять с него сварочное оборудование ну не всегда стопроцентно любую другую операцию выполнить но многие другие операции вы поставить например схват и начать что-то им перекладывать вот как универсальность применения да и как следствие вот до широкие возможности для вторичного применения то есть купив станок вы понимаете чтобы пожизненно к нему привязана купив робот вы перестали выпускать какой-то вид продукции вы раз его переоснастили вот только его периферию и вы начали спокойно выпускать другой вид продукции значит продление жизненного цикла за счет универсальности сфер применения так тут все ясно тогда идем дальше ну говоря о промышленных роботах все-таки вот как бы когда звучит термин промышленные роботы как правило мы имеем с вами некое подобие руки которая выполняет или помогает выполнять какие-то технологические операции потому что есть еще промышленные мобильные роботы этот другой класс устройств мы их тоже с вами увидим значит ну давайте пометим себе то есть промышленный робот вот как бы критерий это не есть определение а вот критерий это что есть наличие вот некой механической руки она называется манипулятор и который может применяться для выполнения технологических операций в промышленном производстве вот как бы в противо ну не противопоставления от другой случай это как раз роботы мобильные вот и их отличие основное в том что они могут перемещаться на боль вот где кончается просто промышленный робота где начинается мобильный робот вот мобильный робот вот я как бы долго пытался найти вот какой-то вот как их различить потому что но бывает же робот который мобильный но он в промышленности ну вот я как бы такое предложил вариант что мобильный робот это робот который может перемещаться на большие расстояния даже более точно сказать на расстояние которые значительно превышают размер робота потому что бывает ситуация и может быть мы сегодня там в одном из видео увидим что когда обычный манипулятор да ну вот виде руки его ставит на подвижное основание но она перемещается так называемая 7 ось но он перемещается там обычно в пределах 10 метров это нужно но в первую очередь это удобно когда вы робот работать синхронно с конвером чтобы конвер не останавливать для выполнения технологической операции это вот как бы есть такой класс роботов но они все равно считается промышленным это не мобильный робот а вот если он может значительно дальше уехать и он становится мобильным это вот то что я обещал робот для инспекции подземных коммуникаций в москве такой нпо тарис на помощь сани а он стали называться тарис вот ну когда мы в какую-то следующую встречу крупную будем говорить про мобильный робота мы там более подробно остановимся вот а здесь вот пример как раз такого симбиоза до промышленный мобильный робот то есть вот рука я так понимаю что у вас лабораториях вот один но не именно такой но один из подобных роботов есть то есть есть мобильный робот на который установлена рука значит теперь говорят терминологии вот мы говорим роботы есть термин робототехнические комплексы есть тор термин робототехнические системы значит сейчас секунду я вспомню ага значит сейчас прошу вот если как бы очень сильно упрощать это не есть гастированный термин гастером термин будет чуть ниже значит мы говорим что робот включает в себя манипулятор и систему управления ну вот как бы 2 2 2 крупных компонента поэтому и а вот в чем отличие ведь есть такие промышленные устройства которые называются просто манипулятора то есть когда человек подходит ему например мешок надо куда-то перенести он подходит например на присосках присасывает там с помощью приводов куда-то переносит отпускает ну как бы человек при этом сам нажимает кнопку поднять отпустить и так далее это манипулятор а да да точно например экскаватор да и или и ну или там ну например там покрасочный пистолет вот а вот когда к манипулятору присоединяют систему управления которая начинает им управлять устройство становится роботом и аналогично если мы с вами отбросим манипулятор и будем рассматривать тоже только систему управления устройство перестает быть роботом вот это очень важно понимать что робот это всегда в итоге некое движение поэтому но вот как бы в компьютер на появился термин робот да ну вот эти вот программы робота но конечно он на руб техники на нее ужасно ругается вот то есть он скорее да 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 вот скорее то в таком в нарицательном смысле потому что там нет вот этого момента движения то есть и так робот это обязательно манипулятора систем управления но а сам по себе робот он ничего сделать еще не можем да потому что ну как вот вообще производители роботов но вы должны понимать производители роботов они как правило ну вот там фанук да кукон но особенно вот тут там до состояния 5 лет назад 10 лет назад они всегда продавали только систему управления и только манипулятор в комплекте они не занимались вопросом схвата покрасочного пистолета да то есть они продавали вот только вот это вот как бы ну грубо говоря голый робот и дальше в дело вступал ну так называемые системные интеграторы которые туда подбирали какие периферийные устройства да и вот когда потому что робот ну манипулятор сам ну как это вот такой вот запястье и все то есть там надо чуть прикручивать чтобы делать дальше то вот и вот когда туда вы что-то дальше прикрепляете это становится робототехническим комплексом то есть это робот и вот сопряженно технологическое оборудование а вот когда и эти роботы объединяются в группу это становится робототехническая система вот скажем так сегодня у нас вот новыми да у нас смысле вот в российской робот техники вот понимание такое то есть робот голый это давайте такой термин используя бесполезной нагрузки без ну смысле не вместе написано раздельно бесполезной нагрузки манипулятор систем управления ртк это робот с полезной нагрузкой группа роботов это робототехническая система естественно который решает единую задачу понятно так так это мы сказали значит манипулятор его задача какая его итоговая задача это обеспечит вот у него есть концевая точка ну понятно да вот где запястья вот вот задача манипулятора вот этой концевой точке определенное движение придать поместить ее в как в какие-то области пространства так то есть эта задача манипулятор а вот задача системы управления она двояка во первых это заставить манипулятор перемещаться так как мы хотим и плюс еще возникает вторая задача это управление сопряженным технологическим оборудованием потому что например если схват им же кто-то должен управлять да если у вас робот работает например со сварочным столом им же кто-то в принципе должен управлять как вариант и может управлять систему управления робота более того вот например системах управления кока там прямо предусмотрен типа виртуального программирования логического контроллера до что вы можете достаточно не очень сложный комплект оборудования вот помимо основной функции этой системы управления вы можете управлять вот с помощью этой системы так по определениям значит теперь вот тут есть два определения ну давайте все таки знаете я вам предложу два написать вот значит это вот самое последнее определение вы видите 2018 год гост был принят вот но честно говоря вот как бы ну мне он не до конца вот там кое-что нравится я скажу что поэтому мы давайте оба определения значит давайте более современные так гостерное определение значит это исполнительный механизм программируемый под двум или более степеням подвижности обладающий определенной степенью автономности о чем мы говорили с вами до автономности ну автоматизма автономность и способны перемещаться вот смотрите автономность она фактически говорит о некой степени интеллектуальности этого механизма вот помните две минуты назад я говорю убери система управления перестает быть роботом убери манипулятор система украине тоже нет перестает ну перестают быть роботом. Способны перемещаться во внешней среде с целью выполнения задач по назначению. И дальше два примечания. И они очень важны, потому что вот этот ГОСТ, значит, он вообще взят с международного стандарта, вот это ISO 83-73. Его, правда, тоже сейчас будут пересматривать, но неважно. И вот те, кто его переводил на русский язык в 2014 году, они решили, что, ну, зачем примечание переводить? Ну, видимо, люди как бы, ну, технически неграмотные были. Они перевели только основную часть. Да? И... А в примечании очень важный компонент это система управления. Без системы управления, ну, как мы говорили, это не робот, поэтому значит, вот сейчас все-таки перевели заново, что в состав робота входит система управления и интерфейсы. Ну, и дальше, как бы, вот, классификация роботов на промышленные роботы и сервисные роботы. Ну, как бы, это для сегодняшнего нашего с вами занятия это не столь принципиально. Значит, теперь давайте вернемся к предыдущему определению. Вот что мне... Давайте мы его все-таки тоже запишем. Робот — это многофункциональное. Это вот этот момент универсализма, да, о котором мы говорили. Что робот... Вы знаете, почему вот как раз у нас, когда вот шли дискуссии по определению робота, и вот один из коллег говорит, «Ну вот хорошо, беспилотный летательный аппарат. Да, я понимаю, что это робот. Но вот смотрите, есть же крылатая ракета, да? Вот найдите критерий, да, вот есть апофатический, и катафатический, по-моему, подход, да, философия. Найдите мне критерий, чтобы отделить крылатую ракету, объяснить, что крылатая ракета — это не робот. Вроде она тоже движется. Вроде есть система управления, да? Ну, мозгов там вполне, вот чтобы она по местности летела, там мозгов хватает. Но всё-таки это ведь не робот. И вот, но я думаю, что вот первое слово «многофункциональность», оно вот как бы, оно чётко отстраивает от крылатой ракеты, потому что крылатая ракета, она однофункциональна. Её задача — прилететь и грохнуть. Извините, можно маленький вопрос? Да, да, да. В том определении там более чем одна степень подвижности, да? Я был против. Да. Интересно тоже. Нельзя, да? Вы знаете, ну, оно мне не нравится. И вот я говорю, сама вот эта международная организация стандартов, они сейчас стали его пересматривать, потому что определение, оно недостаточно полное. А почему более чем одна? Да. Ну вот, к сожалению, как бы, ну, я даже вот когда шло голосование в техническом комитете, ну, кстати, вот, это может быть полезно, значит, два года назад в рамках Росстандарта сформирован технический комитет 141-й робототехника. Робототехника. Вот. Я, кстати, думаю, к ФУ, может быть, вот вам в него стоит войти, если вы еще не вошли. Что это дает? Ну, по крайней мере, свежую информацию, что какие стандарты разрабатываются, это дает возможность свои какие-то предложения на эту. Я все данные там дам. Вот. Ну вот, к сожалению, я поэтому, вот когда этот стандарт голосовался, я написал, что я воздерживаюсь, поскольку я, как бы, не согласен с этим определенным, но против я не могу голосовать, потому что там тогда его не принимают, ну, надо хоть на чем-то остановиться. Итак, значит, возвращаемся. Многофункциональное, ну, вот то, что сейчас стало автономным, мы говорим, ну, вот раньше это называлось перепрограммируемое. Машина. Вот машина, мне кажется, это тоже более удачный термин, чем механизм, потому что машина, она описывает, что вот это много природы, да, что там интеллектуальные компоненты, механическое, энергетическое, вот, мне кажется, более полноценные. Ну, вот дальше стояло для полностью или частичного автоматического выполнения двигательных функций аналогично живым организмам, а также некоторых интеллектуальных функций человека. Ну, вот, в общем, на мой взгляд, вот первая, вот эта многофункциональность, жалко, что она потеряна. Ну, не знаю, там, убедил, не убедил, но высказал, по крайней мере, свое мнение. Так. Значит, это ГОС-256-86, ну, вы видите, как раз 85-й год принятия. Так, это мы сказали. Ну, по терминам, значит, промышленный робот, мы говорим, что есть это робот, значит, для выполнения различных операций в промышленности, а вот внутри появляется еще такой подвид технологический робот. Значит, технологический робот, вот у нас есть с вами основные технологические операции, да, как там сварка, например, покраска, механообработка, а есть операции вспомогательные, ну, например, положить объект вот, ну, вместо сварки. Это нужная операция, без нее не обойтись. Но она является вспомогательной. И вот поэтому, как бы, вот все-таки мы иногда используем отдельный термин технологический робот, потому что это говорит, что он выполняет основную технологическую операцию. А вспомогательный, он как раз вот, ну, скажем, ну, вот тут как предложение, да, обслуживает основное технологическое оборудование. То есть что-то подносят, может быть там, ну, вот сегодня, по-моему, будет, когда литье, там вот эти формы литейные надо проливать жидкость, ну, чтобы лучше оставало потом. Это не является основной операцией, но без нее нельзя, да, то есть, ну, вот как бы вспомогательная. Значит, это независимые степени перемещения рабочего органа. Значит, вопрос к залу, к студенческому. В промышленных роботах сколько степеней подвижности наиболее популярно? Вспоминаем. Какая цель манипулятора? Перемести в любую точку пространства, да? Ну, инструмент, который держит робот. Как описать положение тела в пространстве? Сколько координат надо? Ну, вообще, 6. Три координата — это перемещение, три координата — ориентация, да? Значит, поэтому помечаем себе, что в подавляющем большинстве не 100%, ну, скажем, 95% манипуляторов роботов имеет 6 степеней подвижности. Значит, бывает 5, бывает, как я говорил, 7. но, в принципе, как правило, 6, и именно вот как бы, ну, я говорю, объяснение в данном случае, оно вполне такое простое. так, ну, привод — это мы, наверное, про это говорить будем. Давайте мы сейчас это оставим. Значит, далее, пометим себе грузоподъемность манипулятора. Обращаю ваше внимание, это не есть вес, который данный манипулятор может поднять, вот вообще, да? А это вес, когда вы покупаете робот, и вы читаете его характеристики, и там будет сказано, например, скорость концевой точки, ну, предположим, 2 метра в секунду, или будет сказано повторяемость 1,1 миллиметра, или там точность следовательной траектории такой-то. Это верно только для случая, когда робот нагружен у вас в пределах его грузоподъемности. Понятно? Можно на робот грузоподъемности 10 килограмм повесить 12? В принципе, ну, только чтобы меня не слышали, производители роботов, можно. Да? Как, в принципе, на детском велосипеде может взрослый человек кататься? Да. Сколько-то может. Ну, вопрос, ну, какой человек, какой велосипед, да? Скорее всего, вот если человек даже, ну, там, моего веса, да, на таком среднем качестве детском велосипеде, сколько-то я проеду. Но велосипед сломается гораздо больше, чем если бы в это время на нем ребенок, гораздо быстрее, чем ребенок бы сломался, да? Значит, поэтому можно 10-килограммовый робот 12 килограмм? В принципе, можно. Но первое, вот эти три обещания производителя по точности, они не будут тогда соблюдаться. и робот раньше выйдет из строя. И третий момент, значит, если вы его очень сильно перегрузите, он может уже просто сломаться. Ну, то есть, там, если, например, 30 килограмм вместо 10, да? Вот. Поэтому производитель, когда он придет к вам, вы скажете, у меня по гарантии сломался робот, давайте мне чинить его бесплатно. И когда производитель придет к вам и скажет, ну, давайте покажите, что сломалось, и он увидит, что вы вместо, например, 10 килограмм 10 с половиной повесили, он скажет, извините, гарантия теряется, потому что вы не соблюдите требования грузоподъемности. Так, далее. Рабочая зона манипулятора или рабочее пространство. Это то, куда мы можем с вами цель наша, да, рабочий орган, то есть сверло, покрасочный пистолет, схват, куда-то принести, чтобы оно там выполнило операцию. Вот это то, это пространство точек, которое, вот это, куда манипулятор может этот инструмент привести. Обращаю ваше внимание, что форма этой рабочей зоны достаточно сложная, она не является, вот как бы, вроде там все степени, вот для данной модели сферически, все степени вращения, то есть по идее, ну как бы сфера должна быть, да, но она на самом деле не сфера, да, почему? Во-первых, робот совершенно справедливо занимает, то есть чтобы робот сам себя не стокнулся, и во-вторых, эти степени не имеют 360 градусов, да, вот как наша рука, ну есть какие-то зоны, куда мы не можем зайти, потому что у нас нет 360 градусов диапазона перемещения. Так, ну давайте это мы пока оставим. Значит, далее, статическое усилие в рабочей точке, вот тоже пометьте себе, это важная характеристика, вот именно для выполнения ряда технологических операций, например, там операциях механообработки. Да, вот, кстати, я забыл еще сказать, еще одно из отрицательных следствий, если вы робот перегрузите, там иногда электроника, как бы, устойчивость теряет, вот приводная система, и тоже он может выйти из-под контроля. Вот, значит, это усилие, которое может рабочий орган в любом направлении координат, в любой точке рабочей зоны манипулятора. Вот это очень важный момент. Вот все те характеристики, о которых мы говорили, мы к этому, может быть, потом с вами в самом, ну не может быть, мы обязательно вернемся, потому что это, в общем, одна из моих целей, приезда к вам, вот, потому что вот все те характеристики, которые приводятся, они приводятся, ну, скажем, для наихудшего случая, да, потому что, если я вас прошу, скажите, пожалуйста, какой вес может поднять человек, ну, среднестатистически? килограмм 50 килограмм 50 килограмм 50 килограмм, техническое усилие будет не меньше, чем столько-то. Но, как понимаем мы, и вот как ваш коллега сказал, что есть такие конфигурации, где мы можем получить его больше, но это отдельная история. так, ну, давайте все-таки скажем про это, да, значит, манипулятор, когда выпускается, вот, вот, это называется фланец манипулятора, скоро сделаем первых, вот, это называется фланец, и он стандартизован, то есть там есть жестко регламентированные стандарты, чтобы вы могли, купив схват, его присоединить к данному манипулятору, значит, там это все стандартизовано, значит, помните себе, что у него, оговаривается его размер, и диаметр, да, и оговаривается количество крепежных, там, крепежные обычно отверстия и базирующие отверстия под штифты. Вес манипулятора, это суммарный вес манипулятора в снаряженном положении, значит, пометьте себе, для промышленных роботов соотношение веса манипулятора и его грузоподъемности составляет примерно от 1,10 к 1,25, вот примерно так, да, то есть, если у вас робот, сейчас давайте я вспомню, чтобы мне точно сказать, да, если робот у вас поднимает 100 килограмм, обычно он, манипулятор его, будет весить примерно 1000, 1100, 1200, если у вас робот поднимает 50 килограмм, значит, это будет где-то там в районе 500, ну, примерно. Сейчас появились новые технологии, мы вот на последней акции о нем, наверное, будем говорить, вот, но, но в принципе, вот примерно соотношение такое, между грузоподъемностью и весом. Далее, погрешность позиционирования рабочего органа, она есть двух видов, один вид, это статическая погрешность, то есть, когда вы говорите, роботу приди вот в точку там с координатами x, y, z, да, и вы знаете, что он в нее придет, но мы с вами понимаем, что техника любая, она имеет какие-то отклонения, да, поэтому он придет в нее, он вот как бы с некой тут дельтой, ну, давайте вот так вот, да, но он придет, остановится, и вот сколько-то не дойдет, значит, это будет вот некая дельта, это будет статическая погрешность. Помимо этого, есть погрешность динамическая, или она еще называется погрешность отработки траектории, это когда вы ему говорите, иди отсюда сюда по прямой, а он по дороге, конечно, от прямой-то вот немножко будет отклоняться, и вот величина вот этого отклонения, это будет динамическая погрешность, понятно? Есть еще один термин, который давайте мы запишем, вот я вот что-то на слайда не вынес, это повторяемость. Повторяемость. Это вот мы с вами, вот если мы вот это увеличим, да, вот у меня целевая точка x, вот он у меня пришел куда-то сюда, да, в следующий раз вы скажете, приди опять в эту точку, он на самом деле придет чуть-чуть не в нее, а вот с небольшим, вот как бы, вот тут вот где-то это вокруг будет, и вот это вокруг, оно будет меньше, как правило, чем вот это вот, чем статическое отклонение, понятно? Поэтому производители обычно указывают в характеристиках, ну, это более выгодно, да, это повторяемость. Значит, ну, давайте пометим, что повторяемость, это характеристика, показывающая точность выхода на заданную позицию при многократных повторениях. Ну, давайте как так. Вот здесь внизу в скобках приведены основные виды систем управления, то есть, ну, фактически это то, как мы можем, с помощью чего мы можем, каким образом мы можем управлять. На самом деле, конечно, на сегодняшний день подавляющее число систем управления, это вот второе и третье, да, это контурные и адаптивные системы управления, но все-таки, чтобы вы, как специалисты, понимали, о чем идет речь, значит, цикловая система управления, это применялось, ну, в одних из первых моделей роботов, хотя я такие застал, вот как раз на зеле на заводе, это работали таким образом роботы пневматические по упорам механическим, то есть, когда вам, например, вам надо было, чтобы робот пришел, приходил из точки А в точку Б, например, а и Б, да, и как это достигалось, значит, у вас здесь был пневматический, ну, понятно, там, поршень-цилиндр, и решалась эта проблема очень легко, здесь вот, ну, я скажу очень упрощенно, да, вкручивали такой железный штырь, и вот здесь вкручивали железный штырь, вкручивали таким образом, что вот когда воздух сюда подавали, и поршень упирялся в этот штырь, да, то робот приходил в точку А, да, а второй штырь вкручивали таким образом, что когда вы подавали воздух сюда, и поршень уходил сюда, и упирался в этот штырь, то он уходил в точку Б, вот как бы это был вот самый такой вот, как бы примитивный способ управления, цикловой, вот, ну вот ваши преподаватели такие системы помнят, я еще увидел, но уже тогда, конечно, они тоже, ну, уже выходили из употребления, вот, следующее, что появилось, это, что мы обсуждали, вот говоря про погрешность, это позиционная система управления, позиционная система управления, это когда вы говорите, что вот вам надо прийти из точку А в точку Б, но при этом не говорите как, то есть вот как для вас не важно, да, то есть вы, например, там кому-то говорите, дойди до булочной, и не объясняйте как человеку идти, вот, при этом робот может идти, ну, теоретически, да, он может пойти там по прямой, может как-то вот так вот, может быть вообще вот как-то вот так вот, но как этот вопрос вас не интересует, это называется позиционное управление, третий путь, третий способ возник, когда для вас стало важно как, потому что когда вы кого-то посылаете в булочную, вы знаете, что там, например, опасный железнодорожный переезд, да, или там ребенка вы куда-то просите куда-то сходить, вы говорите, но ты не иди через дорогу, а ты пройди через подземный переход, возникает уточнение как пройти, да, и вот, ну, в промышленности, смотрите, если нам надо просто что-то куда-то переложить, обычно нам достаточно сказать куда, а вот если нам надо что-то просверлить, или что-то покрасить, вот уже нам важно не только куда, но и как, да, и отсюда возникает так называемое контурное управление, то есть когда мы говорим не только конечную точку пересечения, но мы также говорим о, пометьте себе, значит, мы говорим целевая точка, мы говорим форму траектории, по которой идти, как правило, это либо прямолинейная, либо круговая интерполяция, но в принципе, бывают уже там и более сложные, там, на базе полиномов, и мы тогда говорим скорость, которой вот это перемещение надо осуществлять, а адаптивное, это когда у нас появляется ряд факторов, когда вы говорите, пойди в булочную, но когда ты выйдешь, и если на улице скользко, то пойди не этой улице, а соседней, а если на улице идет дождь, то иди там, ну, например, не иди вдоль домов, тебе там за шиворот вода нальется, да, если погода хорошая, то можешь идти там по центральной улице, ну, иди, понятно, да, значит, вот адаптивная, она говорит о том, что в зависимости от, что есть некие условия, и вот в зависимости от этих условий, у нас либо будет разная траектория, либо, может быть, будут разные точки целевые, понятно, то есть, ну, например, там робот берет деталь, и он заранее точно не знает, какая будет деталь, вот он это понимает в момент, когда он взял, ну, например, там с помощью датчиков каких-то, понял, и вот он ее взял, и он, это надо вот сюда положить, да, а это надо туда, вот это становится адаптивной системы управления, ясно? Не запутал? дальше, ну, дальше, значит, принцип, ну, наверное, это скорее не принцип, а структурный принцип, да, вот, коллеги, там, подправьте меня, то есть, ну, обычно оговаривается, микропроцессорная, или вот, то, что я говорил, по механическим упорам, практически, это уже не осталось, вот, обычно оно теперь всегда многоуровневое, и мультипроцессорное, ну, давайте, дойдем до туда, будем об этом более подробно говорить, значит, далее, язык программирования, это следующая характеристика, вот, которая говорит в системе управления, значит, пометьте себе, в промышленной робототехнике нет универсального языка программирования, на сегодняшний день универсального языка программирования нет, значит, каждый производитель, естественно, ну, мы понимаем, он заинтересован, чтобы покупали его роботы, да, и он понимает, если я поставил свои роботы вот этой организации, обучил их специалистов, обучение это стоит очень дорого, обучение пятидневное, ну, так вот, для справки, там, ну, порядка 2000 евро стоит, вот, пятидневное обучение, значит, и они понимают, что если я подготовил специалистов этой организации, то в следующий раз, когда они будут покупать робота, скорее всего, они будут ориентироваться опять на мои роботы, да, потому что они знакомы с ними, они умеют их программировать, вот, поэтому все эти языки, они довольно-таки сильно, так, в принципе, отличаются друг от друга. Мы с вами должны тоже понимать, что на самом деле, вот, все эти языки, это просто есть интерфейсная настройка, то есть, вот, особенно это хорошо видно, вот, в системах КРЦ2, там, ну, это совершенно твердоведно, ведь мы говорили, что робот, это, значит, система управления управляет приводами, да, значит, мы понимаем, что привод, что привод, то есть, на него идут какие-то сигналы, и система управления, команды, сигналы, да, то есть, идут какие-то вольты, до вольт находится какая-то электроника, которая, в зависимости от поступающих команд, она, ну, изменяет напряжение. И тогда мы понимаем, что управляющий компьютер, на самом деле, вот, все программирование, оно заключается, какие команды ввода-вывода подать на какие порты. Согласны? Но на этом уровне программировать очень тяжело, потому что помнить там, что порт 12, это там то-то, ну, вот так, для справки, КРЦ2, адресное пространство портов ввода-вывода, 4096, да, запомнить, кто из них куда, ну, человеку нормальному невозможно. Вот, по этой причине все производители пошли по такому пути, они дают готовый язык программирования, который является интерфейсной настройкой, удобной для человека-оператора. То есть, вот как вы, когда программируете на языках программирования высокого уровня, да, потом происходит компиляция, которая это переводит в язык программирования низкого уровня, правильно? или устали уже как бы, или я не то говорю? Согласна, да? И в принципе, как бы, ну, теоретически, я понимаю, что это не совсем так, но теоретически написанная программа, например, ну, вот иногда ребята приходят на дипломную проектирование, говорят, а вот на каком языке вам написать программу, там, вот на, визуал-си, там, или на Дельфи, и говорят, мне совершенно все равно, вот мне важно, чтобы оно правильно работало, да, и мы с вами понимаем, что теоретически, ну, гипотетически, может даже выйти так, что одна и та же программа, написанная на разных языках, она скомпилируется, ну, почти одинаково, ну, ну, по сути, да, вот, так и здесь, вот, вот эти производители, они делают языки, программирование высокого уровня, зачем нужны вот эти, Дельфи, там, визуал-си и так далее, для удобства оператора, можно писать на ассемблере, можно, даже быстрее будет работать, ну, неудобно писать очень, да, все эти функции можно заложить, но, но у вас это будет гораздо больше, больше времени затрачивать, согласны? кто программирует? Вот, так и здесь, вот эти языки программирования, это чисто вопрос удобства программирования робота для оператора, чтобы, вот, о чем мы говорили там, в какой-то, в предыдущей половинке, опера, программист робота стоит дорого, вот, если бы он еще на ассемблере программировал, это было бы еще дороже, да, ну, и к тому же, сам этап, момент программирования был бы дороже, вот, по этой причине, значит, все операторы, все производители имеют свои языки программирования, значит, у Куки это, например, ну, я все не знаю, конечно, да, вот, ну, вот, просто как пример, Кука, это, значит, КРЛ, Кука Robotics Language, ABB, это, по-моему, Rapid, ну, по крайней мере, некоторое время назад был, ну, Fanuc сейчас не помню, вот, ну, в принципе, у каждого свой язык программирования, и вот, соответственно, здесь он описывается, да, в языке программирования, вот, ну, как правило, надо дать должное, что они их меняют крайне редко, то есть, если вы, ну, вот, например, КРЛ в версии КРЦ2 выпускались роботы, ну, почти 15 лет, вот, то есть, сейчас новые, вот, у вас в университете более новые версии стоит КРЦ4, вот, но, в принципе, они, как бы, ну, достаточно стабильные, вот, по сути, эти языки программирования, это обычный алгоритмический язык программирования, то есть, как бы, ну, для вас принципиально нового ничего нет, ну, там какой-то другой синтаксис, ну, это, там время дойдет, мы когда-то с вами про это поговорим. Далее, тип программирования, значит, встает вопрос, как, да, то есть, если у вас есть на производстве один робот, его надо запрограммировать, ну, понятно, вы там пришли с утра, постояли, ну, в принципе, так обычно программ, там, часа за два, за три, ну, такой средний, средний сложный написали, вот, а теперь смотрите автомобильное производство, вот, с теми, с теми, с теми, с самыми 450 роботов. Понятно, что если, как бы, вот все вручную программировать, это будет очень долго, да, значит, да, это называется, вот вручную, это называется программирование обучением. Программирование обучением. Вот, и поэтому со временем, вот по мере развития промышленных роботов появились специализированные пакеты, которые позволяют, значит, это называется автоматическое программирование, которое позволяет оффлайн программирование, вот так даже более правильно, вы отдельно на компьютере проводите программирование робота, да, и потом уже приходите там в слэшка или по заводской сети, пересылаете программу, значит, вот тогда момент переналадки, он как бы, ну, радикально сокращается. Ну, далее, вот важная характеристика, она нужна, вот, если кто-то роботы будет когда-то там закупать для какого-то производства, это внешние интерфейсы. Обычно это определяется, в первую очередь, тем, какие, какое оборудование с этим роботом будет работать, да, то есть по умолчанию идут цифровые интерфейсы, но иногда вам аналоговые нужны, ну, и так далее. Так, ну, это не столь важно, так, дополнительные характеристики, пометьте себе, это, значит, диапазон рабочей температуры, диапазон рабочей температуры, пометьте себе, стандартно, по-моему, от плюс 5 до плюс 45, от плюс 5 до плюс 45, то есть вы понимаете, что на улицу в нашей стране ни один из роботов уже зимой вытащить нельзя, вот, какие есть, да, есть версии для жарких, особо таких, жарких помещений, по-моему, до плюс 55 или 65, там можно, специальная надстройка идет к системе, ну, типа кондиционер на системе управления, вот, пометьте, что если диапазон надо увеличить, тогда применяют специальные чехлы термостойкие, значит, применяют специальные термостойкие чехлы, и подогрев, то есть их надувают горячим воздухом, вот, надевают такой чехол и надувают горячим воздухом, чтобы он мог на морозе работать, пока других решений вот как бы нет, потому что там, ну, точная механика, она, вы понимаете, идут температурные деформации, оно все как бы, так, значит, да, вот важно, это ограничение на вибрации среды, параметры питания вторичных сред, это имеется в виду, если вы используете пневматику и гидравлику. Субтитры создавал DimaTorzok